Привет, друзья! Сегодня я продолжаю снимать видео про 90-е, это вторая часть, и в этом ролике я хотела бы поделиться своей личной ностальгией, своей такой небольшой биографией, историей в виде нарезки огромного видеоматериала с моего раннего детства, в том числе прям с 90-х, и в виде историй разных таких интересных, забавных из детства. Также я хотела бы передать привет одному из зрителей, Роме Тисе, я нечаянно забыла это сделать в прошлом видео, поэтому в этом исправляюсь. Также я развела Зуко, в этом ролике я хотела бы его попить, здесь палочка-мешалочка, он похоже на кисель, вот в детстве, в детском саду нам давали такой вот кисель, он прям был вот точно такого же розового цвета. Кружечка Angry Birds Сладенько, химозно. Ну что ж, друзья, я даже не знаю, с чего начать. Вообще у меня 4 видеокассеты из детства. Это первая видеокассета, где я вообще прям молоденец практически, я там родилась. Просто вот какой-то материал, когда я прям совсем карапуз. Вторая видеокассета это 2001 Новый год в детском саду, помимо утренников какие-то разные бытовые вещи из детского садика. Третья кассета это 2002 год, наверное, моя самая любимая кассета. И четвертая это 2004 год и калятки. К сожалению, у меня нет кассеты утренника 2003 года, я не знаю, по какой причине, я не помню. И вот, к сожалению, у меня нет видеоматериала с моего выпускного из детского садика, мне очень жаль. В детском саду. Может быть, вот вам так кажется, это очень так скучно смотреть на детей, но, уверяю, это очень интересно. Я, по крайней мере, вставлю именно те моменты из огромного этого видеоматериала, там очень много минут видео. Я вставлю только те кусочки, где снимать непосредственно меня, извините за такой эгоизм, и также просто какие-то вот нелепые смешные моменты, в которых задействованы другие дети тоже. Вы знаете, также хотела бы немножко поделиться своим душевным состоянием. Вот когда я смотрела эти видеокассеты, я буквально оцифровала на днях, я не успела все пересмотреть, потому что там, опять же, очень много времени, я просто физически не успела это все пересмотреть. Я испытала такие двойственные чувства, вот знаете, с одной стороны, мне кажется, это было вообще в каком-то прошлом веке, в прошлой эре, в эре динозавров, вообще, в прошлой какой-то жизни, одним словом. Это было очень-очень давно. Просто, знаете, я такой человек, который очень трепетно относится вообще к своей истории, к тому, что у меня происходило в жизни. Вот у меня день прошел, я его анализирую, анализирую людей, диалоги и вот другие вещи, которые с вами происходили, у меня это с раннего детства. Я с раннего детства этим занимаюсь, это практикую непроизвольно. Из-за этого, мне кажется, что я живу не 23 года, а 123, потому что вот если так вот реально повспоминать все, что я помню, вот в хронологии, мне кажется, я реально сойду с ума, не преувеличиваю. Ну, с другой стороны, опять же, я себя помню в том возрасте, я помню, как я видела этот мир, как я видела своих, ну, одногруппников. В детском садике эта группа называлась, как и в университете. Блин, очень больственные чувства, блин, у меня слезы ностальгии, конечно, были, и я хотела бы некоторыми моментами поделиться с вами. Ну что ж, начну с видеокассеты, где я младенец. Я не хочу вставлять вот те моменты, где я родилась, как меня забирали из роддома, не знаю, просто как-то не хочу. Там настолько грустная музыка, вот, блин, я вот до сих пор в каком-то очень подавленном настроении, я не знаю, прям вот эта мелодия, вгоняющая в депрессию. Казалось бы, родился ребенок, вот, все замечательно, но музыка очень грустная, мне прям вот очень плохо, она меня вот сводит с ума, если честно. Ну, вставлю вот другие смешные моменты. Вот этот кусочек, меня здесь снимал друг папы, он же мой крестный. Собирают. Кирюх, здорово. Не очень она любит собираться. И? Вот она. Кирюша, это невозмутимый папа. Совершенно невозмутимый. Когда он, как он даже успел, успел, догадался все-таки, что дети нужны, и как они появляются на свет, теперь все малый знает. Да вот, сообразили. Где мамоля? Где? Мамоля бегает, что-то тут. Бегает. Иди, иди, Кирочка, иди. Света вечно все. Быстро. Опа. Давай упаковывайся. Жарко, шапка твоя. Саш, ну она побыстрее. Мамоли тут. Ой-ой. Держи. Ну ты что творишь-то? Ну ведь вертушка, ведь вертушка невозможная. Сейчас на машине кататься поимки. Ты любишь там на машинках разных, на тележках, колясках. Тележки, коляски. Она вообще движение любит. Она что-то крякала, там смеялась. Купалька, когда купили, допустим, как она? Нормально. Ну как нормально? Улыбалась все. Улыбалась. Кирюша, Кирюша. Ты что, ты сейчас должна улыбаться, радоваться. Устала. Ну давай, сфотографируй. Готовься, мама. Ну что мне готовить? Нет, что готовить? Миш, ну бери ты ее выключать. Кошет с Кирочкой. Смотри, как будем смотреть. О, брови как нахмурила. Да как папа. Брови нахмурила, как папа. Давай, Кошет. Ням-ням-ням-ням-ням. Вот как мы с Кирочкой кушаем. Хорошо. Все, мы все скушали с Кирочкой. На, доча, на. Ой, какая бутылочка красивая. Какая бутылочка. В кроватку ее дело с концом. Ой, какие шумаки. Вот, и слюники. Кирочка, ну-ка, пойдем, походим с тобой. Кир, ну-ка, ловнись нам чуть-чуть. Кирочка, вот как мы идем. Вот как шагаем. Вот как шагаем с дочкой. Вот, и сумочка нас очень интересует. Подуди в дудочку. Ну, покажи, как в дудочку дудишь. Давай. Еще раз. Дудик, вот как молодец. Вот, вот молодец. И погрызем. Все сделаем. Ну, что-нибудь нам еще сделай, Кир, такое веселенькое, чтобы позабавить. Улыбнись еще на вас. Улыбнись. Как Кирочка улыбает. Доча. Кира. А ладушки? Ай, ладушки, ладушки, где были у бабушки? Иван, Кир, сзади детский садик, в который ты, наверное, попробовала. Детский сад, из которого у меня очень много интересных историй было. И в этом видео тоже вот даже визуально вот это продемонстрирую. Разные какие-то смешные моменты из детского садика. Я в описании этого видео оставлю ссылку на ролик, где я рассказываю цитаты о фуительной истории из детского садика. Вот, правда, там есть забавные моменты. Советую посмотреть. Это вот фонтан. Зимой там елка бывает. Следующей видеокассете я на утреннике 2001 год. Но вот по факту на видеокассете, по-моему, еще конец 2000-го. Обычно утренники в детском саду, они перед Новым годом. И вот, знаете, для меня это вот самая скучная кассета. Вот отрывки, которые сейчас буду демонстрировать. И там помимо утренника еще какие-то бытовые вещи в детском садике. Потому что после утренника был обычный день. И вот там вот это все снималось, как мы обычно живем. Как у нас обычно проходят дни в детском садике. Чтобы никто к мамам не бежали. Поняли? Все будут спеть, танцевать. А то нет морозника, мне не дашь подарок. Это Ясли еще. Мне здесь три года. Честно говоря, помню, я не любила Ясли вообще. Помню, мне не нравилось вот то помещение, где мы сидели. Мне Ясли прям... В общем, я к ним не держала душа. Мне три года было, и я помню, что мне они не нравились. Музыка. 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 В общем, были разные конкурсы на этом утреннике. Помню, мы спрятали петушка от лисицы, точнее, Снегурочка спрятала петушка от лисицы, но переодетого, разумеется, человека, ребенка. Ну и нам сказали, вот нам, детям, чтобы мы не говорили лисицы, где петушок. Вот в коробку лиса это? Не найдет тебя лиса? Дети, вы бы мне сказали, петушка этих не видали? Нет! 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 Вот в коробку! У меня какая-то дурацкая черта в детстве, это постоянно высовывать язык. А-а-а! О-о-о! Милл! 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 Это что ж такое? Я вам сейчас не важен достать. А-а-а! Это что ж такое? Я же никуда не покинулся, тебе. Давай, давай. А-а-а-а. Иллюза? Иллюза? А-а-а. А-а-а. На-а-а. Отвечья, иди скорее, вставай. В конце утреннего, разумеется, нам удали подарки, и мы просто пошли в группу. Я, по-моему, очень хотела, чтобы меня родители забрали домой, но они меня оставили. Дальше, я не знаю, просто вот ставлю какие-нибудь кусочки из оставшегося видео. Танцуйте, танцуйте, детки, танцуйте. Вообще, по правде сказать, в детском саду там что только не снимали. Я, конечно, не стала вставлять какие-то пикантные такие видеоматериалы, но там, правда, есть очень пикантные, мягко скажем, кадры. Вот такая очень лёгкая пикантность. Например, я выхожу из туалета, и я плохо заправила, точнее, я нечаянно заправила платье в колготке. Ну и вот одним из наших самых любимых развлечений-то было лазание под кроватью. Ну-ка, вылазите быстро! Сейчас всем рюня дам! Вылазите! Хватит протирать штаны! Следующая видеокассета, она демонстрирует канун 2002-го Нового года. Там утренник и наша, опять же, повседневная жизнь. Точнее, наоборот, сначала повседневная жизнь в детском садике, потом утренник. Мне вот эта кассета очень нравится. Она прям... Ну, не знаю, вот эти дети уже чуть-чуть подросшие, уже достаточно хорошо владеющие навыками речи. Хотя, знаете, вот это была группа, которая называлась «Речицветик». То есть там были дети с дефектами речи, и там многие либо картабили, либо у них очень была невнятная речь. Меня туда отдали, потому что я очень-очень поздно начала говорить. Я, по-моему, в три с половиной года только мама сказала. Я поздно начала говорить, поэтому я туда попала. Там я очень много тайм-кодов зафиксировала. Я думаю, половину я не буду показывать. Мне показалось, что это не имеет смысла или значения какого-то. Итак, вот в начале все дети начали играть, они начали строить корабль. Я вокруг них бегаю и играю на игрушечной гитаре. И вот, знаете, я вот даже с того момента обратила внимание, вот я что с детства как-то немножко обособлена от остальных людей? Вот что сейчас? Вот я просто замечаю, вот многие наши привычки, вообще характер в целом, они, в принципе, да, как будто банально не звучало, идут из детства. Вот все дети занимаются общим делом, строят корабль, а я бегаю вокруг, играю на игрушечной гитаре. Красиво. Потом одна девочка решила у меня эту гитару отобрать. А потом вообще был кадр, где вот мы прям спустя пару минут уже помирились, уже начали кружиться вместе. Ну, дальше там пошел дискач. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Скоро Новый год, танцуйте! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Затем произошла такая вот интересная картина на видеокассете. Я, помню, рассказывала вот как раз в ролике о фамилии, о истории детского садика, вот когда там, кстати, нас снимал папа одного из мальчиков. Я, по-моему, уже об этом говорила. И вот я взяла какую-то игру очередную, шла-шла, и я просто вот смотрела в другую сторону, не заметила, что передо мной по курсу попа этого мужчины. Я нечаянно врезалась, прям так смачно врезалась, у меня все рассыпалось. И вот я там очень испугалась и побежала обратно ставить эту игру, понимаете? Я спланировала поиграть, врезалась в попу, испугалась, поставила игру обратно. Там стали показывать все наши владения, скажем так, в частности туалет. Детки, а что вы здесь делаете? Мы занимаемся. Так, сейчас я подолью себе напиток. Химозный. Честно говоря, я Зуко, не помню своего детства, и Юпи тоже. Мне кажется, ну, они были популярны до моего рождения. Итак, продолжим. Вот дальше какая-то часть детей пошла в бассейн. Полотенце, трусики под полотенцем. Дядя, 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 ну я в речке буду плавать. Я в бассейн не ходила, поскольку у меня всегда были больные уши. Потом, когда все вернулись, мы сели играть на диванчик в игру большой-маленький. Кстати, у нас были очень хорошие воспитательницы, они реально нами занимались. Они с нами играли в разные игры. Мне, вот правда, я с такой прям доброй, ностальгией вспоминаю детский садик. Вот как раз мы играли перед обедом. Вот, я хотела бы пару вырезок ставить, ну, таких немножечко забавных. Трусики, трусики, большой. Миша, рубашечка. Рубашечка. Я тебя называю рубашечка, а ты мне? Рубашечка. Я тебя называю маленькую рубашечку, а большая? Рубашка. Рубашка. Кира. Чашечка. Чашка. Антон. Ковер. Маленький. Ковер. Эти называй ковер, а маленький? Ковер. Ковер. Коврик. И перед обедом, разумеется, мы пошли на эти рубочки. Сейчас ставлю парочку видеорядников. Маленька нету. Вы хулиганите. Так, вот так. Вы хулиганите. Оля. Оля хулиганит. Мы едем все надо. Вы хулиганите. Маленький. Маленький. Я не уже могу. Вы давай. Огромные торты. Оля хулиганит. Оля хулиганит. У меня, Маленький. Я. Спасибо. Молодец, Кирочка. И потом вот продолжение этой видеокассеты. было начало утренника, точнее подготовки к нему. Это уже был другой день. И вот дальше идет там видеоряд, как мы готовились к утреннику, как там переодевались. Там помню, меня мама переодевала. Наверное, не буду ставлять этот кусочек. Она сама сшила для меня платье на утренник. Затем мы стали выходить в зал. Девочки были хлопушками. Мальчики были петрушками. Возможно, я вставлю вот какие-то кусочки наших выступлений. Вообще вот за это утренника. Вот помню, ну вот, девочки хлопушки были, хлопушками. И вот, ну нам всем родители делали такие вот шапочки своего рода. Ну вот, просто брали там картонку, склеивали ее так по кругу, обматывали подарочной упаковкой какой-то и там завязывали такой, как фантик от конфетки был. Ну типа хлопушка. Я вот помню, мне потом на... Это было в 2002 году. Помню, на 2004 год мне Дедушка Мороз принес подарок вот в этой упаковке. Мне надо было уже тогда заподозрить, что Дед Мороз — это родители. И осталась только четвертая видеокассета. Вот это вот, к сожалению, 2003 год вот почему-то не записан был. Мы не покупали, по-моему, эту кассету. Я не знаю, вот не помню, по какой причине у нас ее нет, но она была. Точно снимали 2003. У меня есть 2004 год и калятки. Помнится вообще вот этот, ну, мужчина, который снимал, он как-то ко мне особо не подходил, потому что, ну, я не особо такая вот была яркая девочка, вот чтобы ко мне, ну, как-то особое внимание камеры уделять. И вот как-то помню, все-таки был такой момент на той кассете, где я очень нарядная в платье. Кстати, платье, опять же, не сшила мама. Была с короной такой, конечно, настоящей. И она мне переливалась. Если помнажать на кнопочку, у меня корона так вот переливалась огоньками. И вот что, только у меня все столпились. И вот он тоже ко мне подошел. Ну, в общем, вот этот кусочек. Ух ты, вот это королевна. Королевна? Королевна, ох, красавица. Королевна, ох, красавица. Яна Никуличка. Яна Никуличка. Как краса, где-то к снегу стряхнула, Впрочем, зимние леса в дом к нам заглянула. Собрала к себе, Маня, всю команду нашу, Сашу, Машу и меня, а еще Наташу. Мы танцуем и поем, чернавиатых ярких, И под елкою найдем вкусные подарки. Ты бы, елочка, всегда оставалась с нами, Даже ночь была бы тогда справедливой с нами. У меня там такой ужасный голос был, Ну, какая-то я там, ну, неприятный у меня голос одним словом, Прям такой грубоватый. Хотя, да, там всего лишь два года назад, Вот 2002 год, когда я там играла в игру «Большой-маленький», У меня там такой голос «Чашка». А вот, блин, был какой-то не очень. Елочка, елочка. Вот так же на этом утреньке девочки были, Если не ошибаюсь, снежинками, А мальчики – петрушками. Ну, они там вообще классные, Мальчики выступили, Они прям там зажгли музыка, Такая там была. «Большой-маленький» «Большой-маленький» Вот так же вторая часть – Это видеокассеты «Калятки». Тоже был своего рода утренник вот в том зале. Мы все там переодевались в каких-то, ну, существ, В каких-то, ну, в основном сказочных, мифических. Там кто-то в бабу-яку, Кто-то в какого-то животного-зверушку. Я была цыганкой. Не помню, чай это была идея, Почему я цыганкой была. Знаете, вот это настоящий русский праздник. Вот «Калятки» – это Хэллоуин по-русски. Вот, кстати, вот сегодня вот ночь будет Хэллоуин. Да, вот в тему так немножечко. Вот почему русские не отмечают «Калятки»? «Калятки» СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Раньше все ходили по дому, по домам колядовали, а сейчас такого нет. Вот, как-то мы отходим от своих традиций, это очень грустно на самом деле. Впоследок я хотела бы немножечко рассказать каких-то историй с детства, надеюсь, я сделаю быстро. Во-первых, я помню в детстве у меня была такая игра, мне бабушка ее купила, там был Винни-Пух, Пятачок. Там это были пазлы своего рода, и в то же время это была такая развивающая игра. Там одна картина состояла из трех пазлов, словно говоря, и там было очень много таких картин. Там, да, из трех пазлов, там на первой пазле не были часы, там было время на второй, ну, какая-то картинка, что в это время делает обычно Винни-Пух и Пятачок, и на третьей там действие, например, зарядка, там, завтрак. И таких картинок, ну, было много, не знаю, может быть, 15-20, вот что в каждый час там делают Винни-Пух и Пятачок, и что по-хорошему, ну, делают большинство людей, вот в определенные часы суток. И вот с того момента я стала учить время, как вот смотреть на часы и понимать, вот сколько время. Вот очень хорошо помню, вот, ну, меня родители тоже учили, кто-то учу из родственников. Вот, например, большая стрелка часов стоит на восьмерке, мне говорят, это 40 минут, я говорю, как понять 40 минут? Вот она на восьмерке стоит. Помню, долго я не очень, не особо понимала, как читать время с часов. Там вот говорили, вот одна, скажем, отметка, это 5 минут. Я говорю, блин, почему, вот почему, вот, например, от одного до двух это 5, от двух до трех это тоже 5. Ну, я как-то это не понимаю. Помнится, я этого вообще не понимала. И тоже, да, вот смотрите, вот эти все пятерки, будет вот 40, если стрелка большая стоит на восьми. Вот, мне немножко трудновато, по-моему, давался этот процесс. Еще помню, что в детстве я была очень огромной фанаткой мультика «На погоди», и я очень хотела попасть к ним в мультик. Я реально верила, будучи ребенком, что это вот реально, что это возможно. И вот мне родители, помню, за всех сил выбились, чтобы мне доказать, что это невозможно. Они меня пытались засунуть в видеомагнитофон. Ну, типа, да, смотри, видишь, ты туда не влазишь, ты к ним не сможешь попасть. Я даже помню, вот, там, готовила какую-то речь, какую хочу сказать волку и зайцу, когда с ними встречу, там, что я им подарю. Вот, блин, правда, быть ребенком так классно, вот настолько, ну, я не знаю, вот видение мира такое вот особое, такое вот доброе, мечтательное, ну, да, может быть, конечно, нереалистичное совершенно, но вот доброе. Вот так же, я помню, я рассказывала эту историю, один раз я, мне было 4 или 5 лет, я под кроватью родителей видела какое-то странное существо, это был не сон. Вот, знаете, я предполагаю, что это был мой первый выход в астрал. Я видела какое-то черное создание, это был черный шар, и на меня открылись огромные желтые глаза. Я до сих пор помню эту картину, я вот просто смотрела, и я такие смешанные чувства испытывала, и страх, и интерес, и, да, что вообще происходит, да, что это делает под кроватью моих родителей. Вот, я, наверное, скину ссылку на это видео, я разговаривала об этом в ролике про Софи Жаворонков, вот, наверное, оставлю эту ссылку. Я это создание назвала Уськой, помню, очень много раз рисовала ее. И вы знаете, вот помнится, в 2010 году была очень популярная в моем классе телефонная игра, Гиш называлась. И вот там было такое создание, вот прям копия этой Уськи, может, помню, в Сироне вынесло мозг, я у родителей видела это под кроватью, представляете? Вот, правда, вот, странно. Вот дальше еще парочку таких историй с детского садика. Помню, к нам приходил на тихий час батюшка, и он, ну, читал молитвы, типа, освещал вот эту комнату сна. Да, такой вот небольшой момент, а просто это запомнила. Я вот помню, когда вот, ну, разумеется, у нас, наверное, половина детей вообще никогда не спала на тихом часу, и вот, когда кто-то входил из взрослых, мы, разумеется, всегда притворялись спящими. И вот в этот раз мы также притворились, пришла воспитательница с батюшкой, он там громко достаточно читал молитвы, думал, половину разбудил даже. И когда он ушел, мы все такие из-под одеял, это что, сам Бог к нам приходил в комнату, вот, правда, вот. Ну, дети, блин, мы ничего, конечно, об этом мире практически не понимали и не знали. Это батюшка, это обычный человек, который, ну, является, скажем, посредником между обычными людьми и Богом. Еще в детском садике у нас были девочки-близнецы, не в группе, а в другой. И я помню, я тоже не понимала в детстве такого феномена, как близнецы, что это, да, родные сестры, что они родились одновременно, ну, практически, в один день, в общем. И мне казалось, что у них разные родители, и они просто вот каждый день там созваниваются и договариваются, в чем они придут. Они всегда в одинаковом были, и, вот, правда, я думала, что у этих девочек разные родители, ну, ребенок. Я не понимала такого феномена, как близнецы, то, что, да, вот могут абсолютно одинаково родиться сестры или братья. И про двойняшек я, Артемец, ничего не знала. Ну, блин, в общем-то, вот мне было легче поверить, что они вообще, ну, не родственники. Ну, да, странно как-то. Я просто рассказываю, какое у меня было видение мира в том возрасте, и, ну, как странно у меня порой мыслил мозг. И, наверное, последняя история, которую я хотела рассказать, она была уже довольно во взрослом возрасте. Ну, мне было 8 лет, по-моему, 7 или 8. Не такой же взрослый возраст, это, конечно, детство, но по сравнению с остальными историями, то есть это не такое прям глубокое-глубокое детство уже, возраст достаточно, ну, относительно сознательный. Вот, помню, мы катались на горке зимой. В прошлом ролике я рассказывала, да, то, что у нас прям из окна выглядываешь, и передо мной большой склон. Жилая, конечно, в таком очень нецивилизованном районе. Да, там прям со склонов катались, на ледянках, на ногах, на санках. Вот, не на горке, но построенной, а со склоном. И вот там один мальчик, кстати, ходил с одной в одной группе в детском садике, он скатился на ногах, и он сломал ногу. Он не мог встать, он плакал. Я вот помню, я в том возрасте была такая вот смелая, отважная девочка, и я побежала к нему домой. Там дома был его папа, и я ему сказала, вот так и так, вот, ну, не ваш сын, я знала, я была знакома с его отцом, и мамой тоже. И вот помню, да, сказала, вот, ну, мальчика Тимофея звали, я говорю, Тимофей вот упал, кажется, сломал ногу, скатывался на ногах с горки. И вот помню, я привела папу его к месту происшествия, да, вот забрали на скорую, у него реально была сломана нога. И помню, я к нему ходила говорить домашнее задание, мы еще в одном классе учились, говорить домашнее задание, которое нам задали. Он просто в одном доме со мной жил, вот, на другом этаже только. Я ходила к нему, и вот помню, он в меня один раз выстрелил из игрушечного ружья. Помню, мне было очень больно. Потом мне родители запретили к нему ходить. Там, помню, его мама, ну, его мама в магазине работала, я вот в магазин пришла, она так извинялась передо мной, она говорит, да, хорошо, там не надо к нам ходить, просто передавай, пожалуйста, на бумажке. Я стала так делать, и мне в качестве моральной компенсации дали банку икры и много ниток мулине, чтобы вышивать. Вот, такая вот тоже история интересная. Ну что ж, друзья, всем спасибо за просмотр, и опять этот ролик получился очень долгий, я надеюсь, вам понравилось, вы, может быть, тоже что-то вспомнили из своего детства. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.